Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Это программа «Дневной разворот» в Кирове. Мы начинаем, наконец-таки, с небольшим опозданием. Спасибо таксистам, да? Спасибо большое таксистам, которые сказали, что приедут, но забыли приехать. А после этого отключили телефоны. Ну и бог с ними. Нашлись другие очень приличные компании. Озвучивать не буду, посочтут рекламой. Ну, мы... Да, Владимир Сметанин, Елена Овчинникова, здравствуйте. Здравствуйте, да. Сегодня понедельник, 9 сентября. Сразу же нужно, видимо, поставить в известность наших слушателей, что мы сегодня будем обсуждать. Обсуждать сегодня будем события вчерашнего, минувшего дня. Для кого-то это было просто воскресенье. А вот для кого-то еще продолжается, собственно говоря, потому что, говоря, вот до тех пор, пока окончательно, бесповоротно не подведут итога, не подобьют проценты, количество и так далее, выборы еще продолжаются. В общем, мы о выборах будем говорить вчера. О чем говорить в понедельник после выборов, состоявшихся в воскресенье. Вчера впервые в России был так называемый единый день голосования, 8 сентября. Выборы состоялись... Ну, не все согласились с этим. Кстати, у меня есть проблема с наушниками. Я не знаю, кто мне поможет, но у меня как-то в наушниках... Как-то вот теперь хорошо. Вот теперь хорошо. Вот теперь можно работать. Да. Ну что ж, еще раз, здравствуйте. Я надеюсь, что никто не стал отключать эфир, потому что, казалось бы, ну, выборы скучно. Нет, скучно не будет. У нас сегодня будут хорошие гости, интересные. И я думаю, что... И вопросы будут. Тоже интересные. Не с простой души вопросы будут. Мы к этому готовились. Я, например, вчера до трех часов ночи смотрела, как в Москве проходило все... Подсчет голосов и так далее. Подсчет голосов, выступления Алексея Навального, реакции Собянина. В общем, в три часа я еще не спала, поэтому сегодня немножко ощущаю... Ищу бы поспать слегка. Ну что ж. Мы ожидаем нашей студии в ближайшие минуты в качестве так независимого эксперта, да, у нас он будет выступать. Дмитрий Михайлович Русский, депутат областного за собранием. Да, мы будем говорить, во-первых, не только по выборам, потому что Дмитрий Михайлович к выборам подходит ответственно. И могу сказать, что я писала статью, за неделю до выборов я писала статью, и Дмитрий Михайлович мониторил состояние электората. Он назвал цифры, сколько примерно придет, но немножко ошибся. Слегка. В большую сторону или в меньшую? Чуть-чуть уменьшил. Вот. Ну что ж. Ну, по предварительным данным, явка на вчерашних до выборах в Гордуму нашу Кировскую составила всего 10,5%. 10,5%. 10,5%, да. Но более точные данные мы попытаемся узнать через несколько минут у председателя городской избирательной комиссии Натальи Вершинина. Она у нас будет на связи. Также будем связываться с кандидатами, которые участвовали в этих до выборах. Попытаемся дозвониться, в том числе и до чемпиона, чемпионс, вот, но пока он с нами на связь не выходит, у него все время какие-то телемосты, созвоны, перезвоны, пресс-конференции и так далее. Ну что это делать? Победитель. Хоть до выборах, но все равно победитель. Итак, мы сейчас ждем, когда нас свяжут с самыми главными людьми на выборах, это избиркомом. А пока мы ждем, давайте озвучим наши номера телефонов и озвучим наш опрос. 708-502, номер прямого эфира. Вы можете позвонить и высказаться. 708-502, номер для СМС 8909-720-101-0. Пишите, подписывайтесь. Аккаунт в Твиттере вызовут 43. Давайте еще раз повторим. 708-502. И особенно то, что волнует наших радиослушателей, они не успевают набрать СМС. Еще раз. Номер, хорошо. 8-909-720-101-0. На сайте эфирова.руни есть не только аудио, но и видеотрансляции. И также на нашем сайте, а также в нашей группе ВКонтакте есть опрос. Давайте его озвучим. Давайте. Невысокая явка избирателей. Вот эти 10,5%, о чем мы уже упомянули. Это показатель чего, по вашему мнению? Четыре варианта ответа. Выборы слишком незначительные. Второй вариант. Люди не знали про выборы. Это, видимо, из разряда слепо-глухо-немых. Наверняка есть. Третий вариант. Никто из кандидатов не привлек. Не заинтересовал, да? И четвертый вариант. Граждане устали от политики. Вот как раз-таки этот вариант ответ сейчас в нашей группе ВКонтакте лидирует. Я добавила, люди устали от такой политики. Люди устали от такой политики. А такое решение собственных проблем депутатами городской думы вполне возможно. Нам говорят, что у нас есть звонок, да? Да, мы связались с Натальей Вершининой. Это председатель городской избирательной комиссии. Наталья Валерьевна, добрый день. Наталья Валерьевна, здравствуйте. Самые свежие, самые последние данные, касающиеся вчерашних довыборов в Гордуму. Вы как про рыбу. Рыбу убираем. Это последнее. Что скажите, пожалуйста, Наталья Валерьевна. Я хочу сказать, что выборы, дополнительные выборы признаны состоявшимися и действительными. Явка избирателей составила 10,5%. Ну ничего, собственно говоря, не изменилось в количестве пришедших. Ну практически нет. Наталья Валерьевна, по-человечески, как вы считаете, вот мы перед тем, как с вами связаться, озвучивали опрос. На ваш взгляд, почему такая низкая явка избирателей? Вы знаете, следуя новелам законодательства, впервые выборы проходили и не в марте, и не в октябре, а в сентябре. Ну безусловно, это, наверное, то время, когда основная масса жителей города находится за городом. Ну да, садистские, огороднические еще мероприятия. И вот, например... Не, и самое главное, что вчера еще и день удался. Это за сколько? За две недели первый был более или менее сухой день, да? Да, в обе лета начинается. Вот в обе лета начинается. В обе лет начинается. 10,5% никакого порога не было, да, если мы не ошибаемся? Порог явки у нас давно отменен, но тем не менее, я все равно хочу сказать, что в сравнении с октябрем 2014 года явка избирателей оказалась чуть выше. На повторных выборах в Нововятске по 18 округу год назад явка была 9,5%. По 23 округу в этом же Ленинском районе на дополнительных выборах депутата ЗАГС Собрания 6,9%. А вчера вот мы достигли 10,5%. Но имеется в виду Ленинский андомандатный все-таки. Не весь город голосовал, а Ленинский? Да, конечно. Выборы были в одном избирательном округе. Как голоса распределились по кандидатам? Значит, лидером у нас оказался Трусков Дмитрий Анатольевич. Он набрал 885 голосов или 38,46%. Еще раз, сколько 30? 38,46%. Это у нас лидер. Следующий кандидат по количеству голосов это Вотинцев Алексей Владимирович. За него проголосовало 563 избирателей или 24,47%. Ничего не меняется у него, стабилен. Второй, да. И третий у нас это Дорофеев Павел Олегович. 18,17%. Ясно. Скажите, пожалуйста, возможно ли еще какие-то изменения? Или вы... Бюллетени все обработали? Изменения невозможны. Вчера в 0 часов 10 минут, получается уже 9 сентября, мы, городская избирательная комиссия, подписали протокол о результатах выборов и сразу же приняли свое постановление об определении этих результатов. Вся информация уже введена в систему ГАЗ-выборы и выложена на сайтах. Ну, в принципе, да. А, слушайте, вот общее количество... Я смотрю, общее количество людей, которые пришли, это что, порядка 2000 человек всего лишь, да? 2301 избирателей, если быть точной. 2301? Да. Я даже не знаю, это активно или наоборот, или это пассивно, потому что на фоне района 23 тысячи, получается, грубо говоря, 25 тысяч населения района, да? Ну, у нас на... Вернее, вот не район, а этого участка. Имеющих право избирать. Имеющих право избирать. Имеющих право избирать. Ну, знаете, очень... Слава Богу, на данной избирательной кампании жалоб и заявлений граждан на нарушение законодательства было очень мало. Они были незначительные. Были, конечно, случаи распространения подложных агитационных материалов, но их тоже было немного. Вот, в частности, вчера, в день голосования, в нашу избирательную комиссию поступило три жалобы, три заявления на нарушение. Ну, практически две из них уже были отработаны нами в день предшествующего голосования. Это не секрет, как кем? Не секрет, как кем? Я говорю, речь шла о распространении подложных агитационных материалов. Один материал в отношении кандидата Тружкова, два, вернее, и один в отношении кандидата Фотинцева и Дорофеева. Все материалы были направлены нами в управление МПД по городу Кирова для принятия мер реагирования. А какое-то наказание грозит. Не, не, подождите с наказанием, Володь. Наталья Валерьевна, скажите, пожалуйста, распространение подложной информации, что это значит? О чем сообщила? Они не придут, они... Это была листовка с негативной характеристикой того или иного кандидата. В нарушении норм законодательства неизвестно, кто был инициатором и автором этой листовки, из каких средств она оплачена. Поэтому этот материал признается незаконным. А что приписывалось к кандидатам? Какое? Не самое законное или не самое приличное? Ну, например, от имени управляющей компании Ленинского района граждане получили такой документ, где было сказано, что благодаря кандидату Тружкову были проведены дополнительные работы, связанные вот именно с благоустройством или там с чем-то, могу точно сказать. И в связи с тем, а поскольку деньги в бюджете на это не запланированы, то, соответственно, гражданам нужно следует ожидать новые платежки с увеличенными суммами. Вот примерно так. Ну да, интересно. А Вотинцев и Дорофеев, господи боже мой, про Дорофеева что писали, стыдно вспомнить. А про них, надеюсь, скромнеет или что-то? Там без конкретики. А просто вот, просто редиска плохой человек и не хотите где-нибудь выбираете. Да, очень смешно. Скажите, пожалуйста, еще в так называемый День тишины в субботу появилась информация в СМИ, что тоже были какие-то нарушения располагательных. Вот как раз именно от этой заправляющей компании еще была листовка формата опять тоже негативная в отношении Тружкова. Вот они как раз 7 сентября в День тишины были распространены с утра, где-то прямо вот с 5 часов утра, как нам сообщили, по квартирам, по почтовым ящикам, вот это было распространение. Я не знаю, владеете ли вы информацией, но по здоровью размышления не должны бы. А в предвыборный период, как часто и много ли поступало информации о нарушении законов, законодательства? Об агитации? Нет, любой вариант, в смысле. Вот много ли было? Я говорю, если вчера в день голосования в нашу комиссию поступило 3 жалобы, за весь период, за всю избирательную кампанию было еще 2. А, всего лишь 5? Да. А там на что жаловались? А все то же самое. У нас, получается, 4 жалобы были по одним и тем же фактам. Просто они поступали от разных заинтересованных лиц. Ну, то есть, по сути, это вот три риски идут на выборы, Вот все, вот три вот и все. Ясно. Вы передали материалы, вы сказали, в полицию, да? Да, конечно. Потому что это их компетенция, потому что, прежде всего, необходимо установить тех лиц, которые виновны или причастны к этим нарушениям, потом уже принимать в отношении них меры какие-то ответственности, санкции. Вы не очень давно возглавляете избирком. Было ли на вашей памяти, чтобы полиция установила, милиция, полиция хоть что-то установила из того, кто делал такие листовки? Я не могу припомнить. Это был личный вопрос. Я, к сожалению, наверное, тоже. Ну, то есть, мы передаем, мы передаем много макулатуры. Неизвестно. Сдают, наверное. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, давайте так сформулирую. А вы вообще прогнозировали, кто победит? Вот внутри себя, допустим, у меня было определено две фамилии лидеров. Вы для себя, у вас была такая картинка или нет? Или вот тот, кто победил, проиграл для вас удивительное что-то? Нет, я бы не сказала, что это вызвало огромное удивление. У меня, наверное, тоже, как у вас, были, в принципе, два лидера предвыборной гонки, и они были примерно, наверное, те же самые. Поэтому это было предсказуемо, тем более, что вот один из этих лидеров, ведь он уже не первый раз участвует в выборах, тем более именно вот в данном округе. Да. Почему? Почему один? Традиционное противостояние Единой России и КПРФ, да, получилось? Да, да, да. Нет, и Дорофеев, по-моему. И далеко Дорофеев. Дорофеев здесь не в этом округе. А не в этом округе просто. Он обычно у нас по Киромайскому району раньше шел, но здесь был другой кандидат. А у нас просто, у нас в эфир забежал, да, 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 с опозданием пришел Дмитрий Михайлович Русских, но я говорю, день вчера был тяжелый, поэтому мы слышим в эфире уже его голос. Скажите, пожалуйста, Наталья Валерьевна, есть ли что-то еще интересное из того, что мы у вас не спросили? Может быть, мы не знаем структуры, там еще какие-то есть потайные события. Есть ли что-то еще сказать, о чем мы не застрели внимание? Я думаю, никаких таких вот пикантных фактов я больше вам сказать не могу. Я просто хочу сказать, что выборы у нас прошли очень хорошо, открыто, гласно, все у нас было четко и правильно. И еще хотела бы, пользуясь случаем, поблагодарить самое главное в звено нашей избирательной системы, участковые комиссии, которые выдержали и вытерпели все. Вы же знаете, что мы избиратели, такой народ, где-то нам что-то нравится, где-то нет. И именно все претензии принимали на себя и они, и широкой грудью. Ну и спасибо тем избирателям. Вы имеете в виду широкую женскую грудь или устремленную? Которые прислили на избирательный участок. Хорошо, спасибо большое. Я надеюсь, что нас избиратели услышали. Благодарность, да. Наталья Вершинина, председатель городской избирательной комиссии. Была с нами на связи. Дмитрия Русских приветствуем. Добрый день всем слушателям. Нет, Наталья Валерьевна, во-первых, спасибо большое за выступление. Да, точки над игро ставили. Все завершилось. Можно уже поставить большой восклицательный знак, Дмитрий Михайлович. Или какой можно знак поставить? Двоеточие? Многоточие? Или знаете, как это? Унылая улыбка. Насколько я понимаю, поставили точку, потому что городская дума сейчас полностью уже сформирована. Одним штыком добавилась партия «Единая Россия». И, в общем-то, ничего не изменится, не поменяется. Все как было, так и останется. Из-за этого, я думаю, что явка населения была очень низкой. Но все равно я считаю, что 10% — это низкая явка. При всем при этом, наверное... А вы прогнозировали 7. Я уже говорила, что Дмитрий Михайлович мониторил ситуацию и обещал не более 7. Вчера около 8 часов вечера еще было 8,6. Там где-то буквально в последний момент. Может быть, кто-то приехал из дачи или кто-то решил все-таки пойти проголосовать. Какие люди удивительные. Как бы мы ни обсуждали тему, все равно явка очень низкая. Вообще по стране даже явка низкая. Мы говорим о том, что население уже ни во что не верит, их все достали со своими выборами. Как многие мне избиратели говорят, что все равно ничего не меняют. А может быть, зря в свое время отменили вот этот минимальный порог явки? Ну, сложно сейчас судить. Нет, его нормально отменили, потому что каждое выбор... Потому что явка упала, да. Нет, каждое выборо определенно стоит денег. И прекрасно понимаешь, что та ситуация, которая сложилась... Давайте будем брать наш регион. Явку ты можешь нагнать только специфическими, допустим, движениями. Денежными или административными. Да, 500-рублевыми купюрами. Это очень хорошая мотивация в последнее время. Вот, можно увеличить, да, явку людей. Поэтому, ежели установить порог, то, знаете, эта затратная субстанция будет перекладываться, да, там, и опять, и опять платите, 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 тут же бюджетные деньги. Люди сидят, а они зарплату за это получают. Это же все бюджет. И бюджет тратится здорово на выборы, кстати. Ну, я считаю, что возможность была у каждого прийти и проголосовать. Но кто посчитал нужным, пришел, кто не посчитал нужным, не пришел. Но все равно, я считаю, что это повод власти задуматься, почему такая низкая явка вообще происходит в последние годы. Дмитрий Михайлович, взрослый человек, зачем власти думать о таких вещах? Ну, власти рано или поздно все равно должны о чем-то думать. Нельзя никогда ни о чем не думать. Вот хорошее слово. О чем-то власть должна думать. Ну, наверное... Ну, кстати, когда вопрос касается выборов, она начинает очень активно думать. Она начинает встречаться с населением, она начинает ему всего обещать, она начинает концентрироваться, она реально удерживает власть. И, в принципе, реально это было видно по всей стране. Посмотрите, не один, кто шел на выборы губернатора... Минуточку, Дмитрий Михайлович, нет-нет-нет, просто если мы сейчас уйдем по выборам по всей стране, мы уйдем на очень длительное обсуждение, а у нас должен быть... Но мы безусловно будем сравнивать. Хорошо. Нет, мы, конечно, это просто тема для следующего обсуждения, а пока у нас небольшой перерыв. Давайте перерывемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается «Дневной разворот». Да, продолжается «Дневной разворот» и с приходом Дмитрия Михайловича мы начинаем водные процедуры, обливание холодной водой. Дмитрий Михайлович, это всегда это разоблачение, это правдивая информация, это жесткие и, на мой взгляд, очень интересные суждения. Не всегда абсолютно 100% верные, но рассуждения, которые... 100% никто не может дать. Ну да, никто. Но никто не запрещает. Даже вы не можете сказать свое мнение. Нет, никто не запрещает. Ну что ж, 708-502. И наш опрос, да, на сайте hero.ru, в нашей группе ВКонтакте. Почему явка такая невысокая на этих довыборах? Заходите, голосуйте. Да, Дмитрий Михайлович, первый вопрос. Невысокая явка избирателей. Мы как раз вот на этом... Мы это достаточно активно обсуждали. Вы сказали, так, вы сказали, вы сказали свое мнение. Ну вот наши, смотрите, наши показатели, да, вернее, наши варианты, невысокая явка избирателей, показатели того, что выборы слишком незначительные, люди вообще про них не знали. Никто из кандидатов не привлек. Но вы знаете, вот этот пункт на меня всегда прикалывает, потому что, помните, была история про Монику Левинске, синее платье, значит, Билла Клинтона и так далее. Вот. Билл Клинтон вообще, он француз. Он родился во Франции, да, и он мог быть там президентом. И 80% француженок сказали, что они выбрали бы Билла Клинтона, потому что хорошенький. В общем, речь идет о личных симпатичных. Хорошенький, да. Хороший, симпатичный. Глаза голубые. Да, да. Я так понимаю, что личности просто не хватает. Вот, да. И последняя позиция. Граждане устали от политики. Вот что бы вы, любой из четырех названных или ваш вариант? Близко к истине. Я бы две вещи совместил. Во-первых, они ничего не решающие. Это правильно. Один округ ничего не дает. Вот один штык ни одной, ни оппозиционным партиям, ни Единой России тоже ничего не дает. Там и так все определено. Городская дума там четко сформирована. Она полностью делается в рамках партии Единая Россия. И второе. На самом деле, я с многими избирателями разговаривал. Они все говорят, что уже устали, достали. И, в общем-то, все равно ничего не меняется. Хорошо. Давайте у нас есть... У нас было сильное желание и попытки. У нас были такие ярые связаться с победителем этих до выборов с Дмитрием Тружковым. Да. Увы, в связи с занятостью победителя не сможем с ним пообщаться. Зато... А может быть и сможем. Мы просто сейчас передадим нашу просьбу руководителю исполкома Кировского регионального отделения Единой России. У нас на связи... Андрей Лучинин. Андрей Лучинин. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Я рад вас слушать. А мы-то как рады вас слышать. Ну что, можно поздравить вас с таким исходом? Да, и я вот... Вопрос поставили. Можно поздравить? Можно поздравить. Андрей Николаевич говорит, нет, нельзя. Поздравляем. Нет, безусловно, можно поздравить. И Дмитрий Анатольевич, если бы смог, он связался. У него просто сейчас селектом на встречание идет. В 11 часов началось с Москвой. Поэтому он извинился. Мы вашу просьбу передали и по возможности нам соединиться. А, он теперь, простите, пожалуйста, господин Тружков Дмитрий Анатольевич, он теперь не просто депутат городской думы. Он, представьте нам его немного, он генеральный директор ТГК, если я не ошибаюсь. Кировская филиала ТГК-5. В этой должности он совершенно недавно, ранее он ввел в этой структуре инвестиционные проекты. Человек, который, в общем-то, наверное, ты избиратель, кто видел по нему какую-то агитацию. В общем-то, сам себя сделал, если так сказать, да. Провел достойную избирательную кампанию. Мы были правы и поддержали его кандидатуру на выдвижение. Он убедительно победил в предварительном партименном голосовании. Ну вот, и те результаты как раз они, собственно говоря, подтвердили, что он достоин. Он провел более 50 встреч с избирателями. То есть он такую тактику выбрал. Личные беседы с гражданами. Я думаю, что... И победил. Да. Андрей Николаевич, у меня к вам вопрос. Вы сказали о достойной предвыборной кампании. Я думаю, что сейчас 6 человек, которые остались на вторых и так далее к низу позициях, ядовито ухмыльнули, сказали, ну как же, как же. Он же раздавал по 400 рублей. Будут ли у вас комментарии? То есть, если раньше говорили о 500-рублевых депутатах, теперь о 400-рублевых. Информация прошла все СМИ, это не от ядовитости моего характера, потому что была опубликована всеми. Можете пояснить? Либо это... Могу сказать одно. Ложь и провокация. Хорошо. Мы вас услышали. А, еще да, вопрос. Это русский. Здравствуйте. Дмитрий Михайлович. А по 500 рублей в 2012 году на городских выборах, это тоже ложь и провокация? Мы сейчас разговариваем об... Это история одной песни. Если бы тогда не запели, сегодня бы не допивали. Понятно. Могу вам сказать, кампания в городскую думу прошла прозрачно, честно, чисто, потому Дмитрий Анатольевич по праву добился права именоваться депутатом городской думы. И я слышал предыдущий комментарий Дмитрия по поводу того, что ничего это не дает ни оппонентам одно место в городу, ни партии, ни Россия. Не согласен. Для нас крайне важна эта победа. Для нас важны эти выборы также, не только в городе, везде, в области. Но, может быть, для партии-то это и важно, что очередной раз победили. А для жителей Кирова ничего не меняется. Будет еще один человек, который нажимает организованно кнопки. Если так рассуждать, то можно тогда совсем ничего не делать. Не-не-не, партия-то должна делать. Мы же не в этом смысле. Мы же говорим о том, что для жителей города Кирова, в общем-то, ничего не изменится. Андрей Николаевич, вы всегда... У вас все хорошо, вы не переживаете. Андрей Николаевич, вы всегда отличались слегка насмешливым легким характером. Сегодня вы очень напряжены. Сегодня у нас насмешливым легким характером отличаться Дмитрий Михайлович. И, в общем-то, зачем же мне-то тоже? Ну, хорошо. Я уже давно таким характером. Понимая все, что происходит, мне просто только радоваться остается. Нет, ну, забавно в эфире, да, это самое. И два говорят о выборах, и хохохотелись оба насквозь. Андрей Николаевич, была не права. Ну что ж, еще раз поздравляем вас с победой. Надеемся, что вы обеспечите, поможете нам обеспечить явку господина Тружкова в эфир. Если не сегодня, то в какое-то любое другое ближайшее время. Потому что с победителем все-таки охота поговорить. Да, будем надеяться, что все-таки сумеем связаться. Идеи, планы, задачи борьбы и так далее. Еще раз с победой. Спасибо большое. До свидания. Спасибо вам. У нас на связи был Андрей Лучинин, руководитель исполкома регионального отделения «Единой России». Дмитрий Михайлович, действительно хохочете, как... Нет, ну, Лена, а что не хохотать? В принципе, партия «Единая Россия» в очередной раз свою задачу выполнила. Как бы она шла одна в лице Тружкова. Все остальные кандидаты типа шли от оппозиции. В общем-то, если сегодня сложить все проценты всех остальных кандидатов, если бы они выдвинули, как мы с вами всегда говорили, и я всегда буду говорить, что оппозиция должна между собой договариваться и выставлять против партии властей единого кандидата, они бы Тружкова победили в разгром. Потому что все проценты, которые собрали остальные кандидаты, они гораздо больше, чем процент Тружкова. Это ваша теория о том, что оппозиция не может договориться? Она не хочет. Каждый тянет отдела на себя? Каждому выгодно? Каждый считает, что он победит. На самом деле, мы четко понимаем, что те шесть оставшихся кандидатов, они шли на протестном электорате. И они его разорвали напрочь. Раздробили. Раздробили. На площадке Единой России был только один Тружков. Скажите, пожалуйста, а вообще, вот это возможно? Вот в списке людей, в списке людей, которых я вижу, допустим, после Тружкова, Вотинсов, Дорофеев и так далее, я назвала двух, второе и третье место. Ближайших конкурентов. Вот, то есть, вы знаете, эти люди, не те, которые перечислены, а весь остальной список, там есть персонажи, которые в принципе не могли сесть за стол переговоров ни с кем. Но у них есть старшие товарищи, которые, вот смотрите, сегодня надо четко понимать, что мне понравилось в этой избирательной кампании. Такое ощущение, что игра была, как в хоккее, непринципиально и выпустили скамейку запасников. Сегодня все ребята были молодые. Причем, подождите, выпустили скамейку запасников? Это баскетболисты, волейболисты, легкая атлетика? Всех. Выпустили налет. Что сказать, что приятно было видеть, что фактически весь потенциал сегодня кандидатов был очень молодой. Самый старый оказался Вотинсов 42 года. Такого не было никогда. Все остальные ребята около 30. В этом списке он получается самый возрастной. Получается, что шла фактически борьба среди нового поколения можно назвать их политиков. Бровные шары, да. Такие шары, в принципе, еще раз, это доказывает, что было непринципиально по этому округу победить, потому что он, в принципе, ничего для городской думы и для избирателей не решал. Для партии, да, это очередное соревнование. А вы знаете, вот в этом списке, я позволю тебе сказать, поскольку уже время прошло и точка, значит, в голосовании уже поставлена. Вот. Вы знаете, я смотрела предвыборную программу, я достаточно внимательно изучала цели, задачи и пути их исполнения от кандидата Альбина Андреева. Вы знаете, мне показалось, это очень интересно. Там действительно есть крайне интересные, были, уже были, жаль, крайне интересные задачи, крайне интересные задачи, вот. И были прописаны пути их решения. Лена, вы мне... Не, вы знаете? Нет. И там за Альбиной Андреевой есть очень интересные люди, очень эффективные деятели. И вот я считаю, что эта девушка, набравшая, оставшаяся на последнем месте, набравшая меньше всех голосов, вот, я считаю, что с приходом вот этого очень юного политика, девушке 27 лет, вот, в городской думе произошли бы очень серьезные изменения, потому что за ней стоит молодая, крайне активная партия, вот, за ней стоят профсоюзы, которым только дай поразбираться. Буквально 10 минут назад она сказала, ты взрослый человек. Лена, вы взрослый человек. Но с какими программами она придет в нашу городскую думу, которая уже сформирована, есть глава города Быков, есть партия Единая Россия, которая что хотит, то и обратит. Нет, 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 там были программы вне зависимости от того, и программы были реальные очень от земли. Можно по-разному относиться к вопросу, там, один в поле воин или не воин. Но в данном случае я считаю, что в нашей городской думе во главе с Быковым даже один очень хороший человек, 27 лет, не воин. Но ничего она не осуществит. Давайте смотреть глаза в правде. Давайте глаза в правде. Я хочу, что сказать, я просто на своем горьком опыте, я вот уже второй созыв пытаюсь что-то изменить в законодательном собрании, что должно быть хотя бы все по-честному и по-правильному. И с экономической точки зрения, да, и именно с человеческой. Нет, все по-честному, все по-правильному. Эко хватил, да, Дмитрий Михайлович? Ну, а вы бы говорите про городскую думу, которую мы все прекрасно понимаем, кем сформирована, кем составлена, и на какие деньги она была вообще, была победа одержана в 20-м году. Ну, это же немножко теперь. Да нет, ну, не надо иллюзий пытать. Может быть, если бы пришла ее партия в количестве 5-6 депутатов, что было бы там в будущем, да, может быть, что-то они изменили. Но в данном варианте нет. Давайте услышим ваши рекомендации насчет безиллюзорного существования и уйдем на перерыв. Дальше у нас новости. В следующем части продолжим говорить о довыборах Кировской городской думы. В том числе будем говорить о итогах выборах мэра Москвы и мэра Екатеринбурга. Да, будем-будем. Да, Родин, кстати, победил. Хорошо. Новости прямо сейчас, да.